Доброе утро! Яна, просто супер молодец, мы имеем минус 5 килограммов. Брау, я думаю, это достойно. Да, да, да. И замечательно выглядит, уже получает комплименты от своих знакомых и близких. И молодец, продолжает правильно питаться, не меньше пяти раз в день соблюдает перекусы, питьевой режим и интенсивные, достаточно интенсивные тренировки, как минимум три раза в неделю. Ну и я думаю, что заметно и зрителям уже, что Яна похорошела, да, меняет потихонечку гардероб, очень довольна. Да, Яна? Да. Я хотела бы спросить, во-первых, какие-то трудности есть в выполнении тех рекомендаций, о которых мы говорим уже, в общем-то, месяц? Вечером не хочется есть, но я понимаю, что надо. То есть все равно вечером, пускай до 6 часов, но что-то нужно скушать. И не просто там яблочко какое-нибудь или мандарин, как, допустим, в 4 часа вечера перекус. А белок, да, белок, вот именно либо курица, либо рыба и овощи. И овощи. Вот это очень важный момент, я хочу подчеркнуть его. Если человек кормит свое тело в течение дня, не забывает о завтраке, о перекусах, об обеде, то к вечеру есть не хочется. Но все-таки легкий ужин должен быть для того, чтобы в течение более позднего вечера не пришел голод. Татьяна Аркадьевна, вот хочу задать вам такой вопрос. Не у всех получается несколько раз в день кушать. Ну, у некоторых это связано с работой, у некоторых по каким-то другим причинам. Я вот хочу вернуться к завтраку. Я тут вычитал про яйца. Говорят, что яйца полезны на завтрак, но в определенных количествах. Вот почему, как и если можно... Вообще яйцо абсолютно диетический продукт, абсолютно полноценный, и всеми диетологами мира одно яйцо принято за единицу активности. Единственное, что, поскольку это достаточно тоже калорийный продукт, яйца нужно правильно готовить, и если мы говорим о снижении веса, то все-таки ограничиваем не больше трех яиц в неделю. Лучше сделать омлет, а не жареную яйчницу, естественно. И чтобы вы побаловались и вкусом яйца, и в то же время это блюдо было более сытное, я предлагаю сделать, например, его с капустой брокколи или со стручковой посолью. А можно ли каждый день яйца пушить? Это много получится, это много. То есть мы все-таки ограничиваем три штуки в неделю. Скажите, вот уже такой путь небольшой пройден, огромные цели. Какое задание будет на следующую неделю у Яны? На следующую неделю обязательно соблюдать алгоритм питания, обязательно тренироваться, обязательно пить воду. Яна, я могу сказать, она отличница вообще, молодец. И ее результаты ее уже дальше мотивируют и вдохновляют. А еще один момент. Конечно, он не касается Яны, но может коснуться других людей. Впереди у нас праздники 23 февраля, 8 марта. Я хотела бы коснуться темы алкоголя. Потому что, когда мы сбрасываем вес, особенно я людям объясняю, надо отказаться от алкоголя вообще. Почему? Потому что это еда. Высококалорийная еда. В одном грамме алкоголя целых 7 килокалорий. Кроме того, алкоголь стимулирует работу пищеварительных ферментов. Нам, как правило, хочется закусить. Кроме того, теряется контроль со стороны нервной системы за тем, сколько я и что я ем. Получается, что это происходит обычно вечером. И в итоге человек вечером может потребить очень большое количество калорий, накидать в желудок совершенно несовместимой еды. А алкоголь, как абсолютный яд, он блокирует и работу ферментов, которые расщепляют жир. Он блокирует работу ферментов, которые усваивают энергию клеткой. И получается так, что всё это идёт в жировой депо. Поэтому вот у тех людей, которые употребляют алкоголь, особенно за ужином, ну как у нас принято. Днём гонялся, стрессы, вечером нужно стресс снять. Накрыл поляну, купил бутылочку пивка другую, перед телевизором сел. И всё вот это начинается. Начинается элементарное переедание. И, естественно, те люди, которые регулярно употребляют алкоголь, они более подвержены набору веса и риска жир. Татьяна Анатольевна, давайте ещё затронем тему наследственности. Она тоже немаловажна. Очень важна, очень важна. Действительно доказано, если у человека, оба родителя страдают ожирением, то риски крайне высоки. Они приближаются к 90%. Если папа страдает ожирением, то риски у мальчика и у девочки примерно одинаковые, около 40%. Если мама страдает ожирением, папа стройный, то риски у сына не очень высоки, около 30%. У девочки больше 70%. Поэтому если наследственность есть, а этот фактор, например, у Яны присутствует, наследственная предрасположенность, нужно просто принять такой постулат. Вот кому-то можно, а мне нельзя. Ну вот на этой прекрасной ноте мы и подведём итог нашей сегодняшней беседы. У нас в гостях была доктор Ярославского областного медицинского центра профилактики Татьяна Селезнёва и участница нашего эксперимента Яна. Субтитры создавал DimaTorzok